В обе чуть не попадали окна. Я помню четыре взрыва. Мы бежали с четвертого этажа на первый в подвал. Я бежала босиком, с животом, по лестнице, перепрыгивая несколько ступенек, держа за руку Илью. То есть получается, что весь этот период ты была сама с ребенком, беременная. Я прожила, можно сказать, в подвале. Я боялась народить больное убежище. Ты говоришь, отказывали органы. С чем это связано было? Во-первых, у меня жутчайший токсикоз. Я передвигаюсь через жутчайшую боль. У меня было так плохо, что один выход, я видела, это умирать. Вы решили воссоединиться. Ты знаешь, как сильно я тебя люблю, о чем еще можно говорить. Друзья, всем привет! Это новый выпуск на канале Алицкая. И у меня сегодня в гостях Ирина Морозюк, которую вы уже очень хорошо знаете. Мы с Ирой встречались рік тому и говорили про разлучение с ее человеком, футболистом Миколой Морозюком. Сегодня они снова разом и в них родилась донечка. Но ее родительство стало справедшим випробованием. Когда Ира была на 8-м месяце вагитности, в ее дом прийшла война. Про найстрашнейшие дни в подвалах, эвакуацию та примирение с человеком в цьому выпуску. Приятного перегляда. Ирочка, привет! Приветик! Я очень рада тебя видеть. Я тоже безумно. Ты прекрасно выглядишь. И я знаю, что у тебя произошло очень важное событие. Ты стала мамой во второй раз. Я тебя с этим поздравляю. Спасибо большое, спасибо. Ир, в прошлый раз ты мне рассказывала о расставании со своим мужем. А сейчас вы не просто снова вместе. У вас родилась доченька Маша. О том, как вы помирились и решились на второго ребенка. Мы поговорим чуть позже. Это, наверное, главная интрига. А сейчас расскажи, где ты была в тот страшный день 24 февраля? Я, наверное, одна из первых услышала то, что все-таки это началось. Во что мы не верили все. Ну, многие не верили, я в том числе. У меня частный дом очень близко к объекту, которая как раз 24-го числа в 5 утра прилетела несколько ракет. Мы даже не только услышали звук, а почувствовали вот эту ударную волну. То есть у нас в доме чуть не попадали окна. Я помню 4 взрыва. Честно, эти звуки ни с чем не возможно было перепутать. Потому что раньше я такого не слышала и я такого не видела. Вот я была дома. Я спала, сын спал со мной, потому что мой муж был в Одессе на то время. И няня спала на втором этаже. Я проснулась, естественно, от громкого звука. Первое, что я подбежала к окну и увидела, как мои собаки просто прячутся, ну, бегают во дворе и они прячутся. То есть знаешь, как, ну, кто живет в селах, кто живет в частных домах, они знают 100%, когда какой-то звук, все собаки начинают лаять. То есть одна начинает лаять, и потом вторая, третья и десятки собак просто лают. Так вот, в это утро, в эту ночь ни одна собака в моем селе не залаяла. На каком месяце беременности ты была? Я тогда была уже на восьмом месяце беременности. Уже конец срока был, уже большой живот, то есть это уже последний день. У тебя изначально был план родить в Украине? Конечно, конечно. Я наблюдалась в Украине в одной клинике. Потом, это как раз получилось 23-го числа, я очень хорошо помню этот день. У меня были последние анализы. Я сдавала анализы и подписала договор на роды. То есть 24-го утром я должна была ехать и оплачивать роды в частной клинике. Я даже помню, вот как я фотографии делала, ждала результаты анализов именно 23-го числа. И тут одна ночь изменила все просто. Кому ты первым позвонила? Мужу, мужу. Я позвонила мужу, он был в Одессе. Как он мне говорит, он говорит, я всю секунду понял, что это война, потому что перед тем, как я засыпала, он поздно засыпал, он говорит, я слышал вдали, у нас в Одессе тоже были хлопки громкие. Но я не мог до последнего поверить, что это может быть связано с вторжением. Хотя многие, все тогда об этом уже говорили, много новостей, много людей, но все равно каждый человек, украинец, мне кажется, до последнего верил, что это война случается. Ира, что ты почувствовала и как ты начала действовать? Вот первое твое действие, куда бежать? Я разбудила няню, у меня малой тоже, конечно, проснулся, начал в панике бегать по дому. Я начала звонить мужу и начала смотреть группу села, у нас есть как группа ЖК, также у нас есть группа села. Я начала смотреть, ну, кто что знает, то есть я в любом случае знала, что люди будут об этом говорить. Я все сообщения, которые я видела, это что это такое, что это было, вы это слышали и так далее, и так далее. И я не понимала, что мне делать, потому что, честно, я тебе скажу один момент. Как это не иронично будет звучать, мы с мужем моим очень не верили в войну, и мы всегда даже так с юморком об этом говорили. То есть мы настолько не верили, что это может быть в 21 веке, что мы даже подшучивали на эту тему. И у нас одна из таких договоренностей была, она была как бы, знаете, знаешь, как в каждой шутке есть доля шутки, все остальное правда. Мы забили место встречи во Львове, в нашей квартире, то есть если пропадает связь, и мы не можем связаться, и происходит какое-то, что-то происходит в нашей стране, мы встречаемся там. Мы не до конца не осознавали всю сложность ситуации, и то, что я беременна, то, что я на восьмом месяце. Я в этот момент, когда, мне было очень страшно, потому что когда у меня, ну, когда ты думаешь о том, как действовать, что делать дальше, я понимаю, что я не могу сесть за руль, посадить ребенка, посадить там няню, и просто ехать 550 километров к западной Украине, потому что я на восьмом месяце беременности. Я в такси не высиживала, понимаешь, там 40 минут ехать, полчаса я, ну, мне надо было прилечь, потому что, ну, мне было больно, и это невозможно было, у меня была сложная беременность. Поэтому все, что я думала, это надо просто на первое время мне сбежать с дома, потому что мне в доме было очень страшно. Мне хотелось более людное место, то есть в центр города выехать куда-то, к друзьям, с кем-то объединиться, но точно не быть одной. Я просто не понимала, какие масштабы будут войны, понимаешь, как это будет, для меня война это что, это кадры с фильмов, когда летит 10 истребителей, понимаешь, везде падают бомбы, ну, я только так могла себе представить, и в душе я вот боялась именно такого, что я не смогу спрятаться, не смогу спрятаться своих детей. Илья, ему 6,5 лет, как Илья отреагировала на то, что на вот такие события в Украине? Во-первых, у меня ребенок, он таких, знаешь, он в очень комнатных условиях вырос, и он не знает, что такое передвигаться, жить в подвалах. И ему было, конечно, сложно, он психовал, он не понимал, он не понимал многих моментов, то есть он нервничал, он знал, что это война, то есть с самого начала сказал, что это война, что такое война, что Россия посмела так поступить с нами, с соседями и с нашими людьми, то есть он это все прекрасно знает, но у него не было страха, он еще маленький, он еще не до конца понимал всю сложность всей ситуации, и поэтому, слава Богу, это его, ну я этому даже рада, потому что у него не было страха. То есть когда мы бежали с четвертого этажа на первый в подвал, я бежала босиком, с животом, по лестнице, перепрыгивая несколько ступенек, держа за руку Илью, что он в воздухе висел, поняла, он не понимал, для него это было как блокбастер, знаешь. Мой Тима говорит, это как компьютерная игра. Да, слава Богу, пусть будет так. Как ты собирала вещи? Был ли у тебя собран тревожный чемоданчик? Нет, абсолютно нет, потому что я еще раз повторюсь, не верила, что мне придется, вообще я даже не думала о том, чтобы его собрать, и очень жаль, но как я собирала вещи, это было, когда мы с мужем поговорили, где-то полчаса до полшестого утра мы еще выясняли, что это произошло, и когда мы поняли, что это все-таки вторжение, война, мой муж мне говорит, давай, собирай самые нужные вещи, и садись в машину и сваливай. И это было, и это во мне разогнало еще больше, ну, еще больше панику. У меня все чемоданы в гараже, и получается в гараже мне надо ставить огромную лестницу, и лезть на самый верхний, ну, гараж высокий, лезть на самые верхние полки, доставать чемоданы. Я с пузякой, я лезла на эту лестницу, я скидывала эти чемоданы, я забрасывала вот так вещи просто в машину, хотя я толком ничего не взяла. Я в таком состоянии эффекта это все делала, что я не могла собраться, я забывала все, я забывала, где у меня зубная щетка лежит, понимаешь, потому что это была паника, это был стресс, было очень страшно. Я помню, что я вот это закинула документы, закинула часы, кинула там пару костюмов каких-то спортивных. Вот я помню вход, ну, в дом, и мой ребенок, он бегал и, ну, он бегал и просто плакал за мной, как, знаешь, как собачка. И я помню, когда он, ну, стоял такой, бедненький в этой курточке, сонный, знаешь, и с маленьким пакетиком кто-то забрал свое лего. И он стоял с этим лего в ручке, знаешь, как сиротка, и плакал. Ну, это для него были, наверное, самые сложные, тоже самое сложное время. Скажи, пожалуйста, как ты выезжала из-за города и куда ты приняла решение ехать? У нас Коля отправил к его друзьям, это семейная пара, муж с женой, они, ну, в центре города жили. Он нас определил сначала туда, то есть, ну, ему главное, чтобы я не была одна, чтобы кто-то, хоть какой-то мужчина был рядом. Вот, но он нас отправил туда. Мы побыли там где-то, ну, несколько часов, может, часа четыре, и потом нас поселил в отель в центре города. И мы двое суток провели в этом отеле, в подвале, конечно, бомбоубежище, потому что у нас поселили на седьмой этаж, и тогда очень часто была сирена, и мне седьмого этажа было очень сложно бегать по лестнице, лифты же выключали, в таких ситуациях выключают лифты. Мне было сложно бегать с ребенком, с животом на первый, ну, в подвал, поэтому я прожила, вот, можно сказать, двое суток в подвале. Благо то, что там было тепло, и мне одной положили матрас, потому что я беременная была одна, и, ну, мне его несли, положили туда матрас, и я с ребенком могла лежать. И расскажи, слышала ли ты выстрелы, слышала ли ты взрывы, вот что доносилось, когда ты была в центре Киева? Ты знаешь, в центре Киева в итоге стало мне еще страшнее, потому что это первые три дня, да, когда еще ходили вот эти слухи о том, что Россия нас возьмет за три дня, что вот сейчас, 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 сейчас они будут в центре города, у них цель была, что в центре города, Крещатик, поэтому мне эти дни в центре, я уже жалела, что я поперлась в этот центр, потому что каждый раз говорили, что эта ночь будет самая... Для меня ночь, для меня, когда приходила ночь, это было адское время. Каждый раз, перед тем, когда мой ребенок засыпал, а я спала по два часа, это уже потом, это уже на третьей, четвертой сутки я спала по два часа, сначала я вообще не спала, то есть я дремала 10 минут, такой полудрем был и просыпалась. Представляешь, мне беременна, ну это был самый сложный период в моей жизни, наверное, ну это 100%, и было очень страстно в центре города, потому что говорили постоянно, что вот эта ночь будет самая сложная, самая тяжелая, что будут самые сложные бои и так далее. И честно, я вот так и переживала, обнимала своего ребенка и молила, чтобы проснуться с ним вместе. Поэтому я его ни на шаг от себя не отпускала, и честно, у меня посещали такие мысли, что если умирать, то умирать вместе вдвоем. Ну, только не... была такая ситуация, потом позже, когда мы переехали в новое место, когда я жила на четвертом этаже, и я разговаривала по телефону с кем-то, и вышла на балкон. А малой мой игрался в таком холле четвертого этажа, то есть мне по коридору надо было пробежаться, а он игрался там с детьми. И я вышла на балкон и услышала громкий звук, и над нами пролетел трижды истребитель. Истребитель был вот так, я не знаю, ну, в десяти метрах от нашего моего окна. И я просто разворачиваюсь, начинаю лететь к Илье, ну, бежать к Илье с этим пузякой, хватая его за руку, кричу просто, истребитель, мы летим все вместе, оравой в подвал. И после этого Илю не отпускала, вот реально не на шаг, потому что мне было очень страшно с ним расставаться, а тем более, если что-то, не дай бог, случилось. Часто ты плакала, или как проявлялся у тебя стресс? Я плакала один раз, когда вот это 24-го в 5 утра, а следующий раз я плакала через неделю. Я плакала через неделю, это было в бомбоубежище, это было перед сном, у меня Илюша, ну, как я говорила, что он меня довёл, ну, как довёл, он как ребёнок капризничал, и я уже просто не выдержала эмоционально, и я вот, это второй раз за всю войну, ну, не за всю войну, за начало войны, пока я была в Киеве, я вот реально сидела и плакала. Я знаю, что на протяжении жизни тебя часто посещают разные страхи, ты об этом говорила мне в интервью, также панические атаки уже стали в твоей жизни нормой, ты обращалась к психологу, чтобы преодолеть их. Насколько усугубилось это состояние сейчас, военное время? В течение беременности у меня, да, у меня усугубилось тревожное состояние, я вечно всего боялась, у меня была какая-то мания преследования, плюс незадолго до беременности, Илья уже была беременна на первых сроках, мне приходили ватсап, там, угрозы какие-то, они понятны от кого, что там прям расправа смерти, что ребенка моя придет сначала, если я не отправлю 30 тысяч долларов, то расправятся со мной, не, расправятся с Ильей, с моими собаками, придут ко мне в дом, и такие очень ужасные слова мне писали, мерзкие. Это до войны? Это было до войны, потому что война началась, когда я уже была на сроке большом, это было либо начало срока беременности, либо буквально вот незадолго до беременности, и все вот эти тревога у меня в течение беременности была на максимальном пике, я ужасно себя чувствовала, мне казалось всегда, что меня преследуют, что хотят взломать мой телефон, взломать мой Wi-Fi, ну, то есть у меня сигнализация в доме была круглосуточно включена, охрана, и потом началась война, и реально не было времени, не было времени на тревогу, то есть это был только страх за свою жизнь, и непонимание, стресс, непонимание, как такое могло произойти вообще. Ир, какие действия вы предприняли дальше? То есть вы жили некоторое время в отеле, спускались в подвал, и что потом? Были ли идеи эвакуации куда-то дальше? Конечно, мы думали о том, как бы нам покинуть Киев, как нам выехать на западную Украину, но мы не понимали, как это возможно осуществить, потому что я беременна, то есть, и ты знаешь, если ты помнишь, я думаю, ты помнишь, и каждый человек это помнит, что с каждым днем становилось все хуже, да, сначала, казалось бы, как муж мне говорил, подожди, давай подожжем, мы ждали, через несколько часов говорили о том, что уже и житомирскую трассу бомбят, и он не мог ко мне приехать с Одессы, потому что там тоже эту трассу держали, с каждым днем становилось все хуже, все тяжелее, сложнее выехать, тем более, я не могла сесть за рулем, поехать, надо было искать человека, который бы ехал за рулем, и снова-таки, ехать опасно, мы не знали, ты понимаешь, у меня был страх, а не дай бог, и стресс, у меня был такой стресс большой, не дай бог, я начну рожать в поле где-то, что будет, это же не только грозит, ну, каким-то плохим последствиям для ребенка, а также для меня, не дай бог, какое-то кровотечение, и так далее, мы же могли все умереть, понимаешь, поэтому, это, мы даже не понимали, как это можно осуществить, на тот момент, мне было очень страшно выезжать с этого отеля, это был отель президент, в центре города, мне было очень страшно выезжать, потому что, если вот был, я жила на седьмом этаже, и когда я поднималась, там, помыться в душе, с бомбоубежища, и там вид на весь Киев, Киев был, ну, мертв, то есть, ни одного человека, если, ну, не увидеть вообще, если там где-то одна машина проезжает, то это было, ну, как, что-то нереальное, Киев был мертв, соответственно, так как я абсолютно не образована в нех, военных каких-то моментах, для меня все была загадкой, я не понимала, что это, как это, как я выйду, а меня расстреляют, где эти русские, что, ну, то есть, я вообще ничего не знала, я даже боялась нос, и мы вот с отеля, я помню, поднимались на второй этаж позавтракать, я сидела, и меня вот так труханило, ты понимаешь, то есть, я не могла сидеть, у меня няня там кушать берет, ребенок кушает, а я быстрее, 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 чтобы спуститься вниз, и ничего этого не видеть, понимаешь, вот, и муж мне, значит, он порешал момент, потому что, как раз, вот я повторюсь, когда говорили, что в центре Киева будет какая-то беда, и он должен был меня перевезти в какое-то более безопасное место, и это была база Динамо Киев, вот, мы ехали туда, мне было очень страшно, муж говорит, давай садись в машину и езжай, я помню этот путь, мы сели, я втопила газ в пол, просто у меня была задача побыстрее доехать, ну, включила навигатор, потому что я не понимала, какими путями, где там перекрыли дороги, тогда уже перекрывали блокпосты и так далее, включила навигатор, мы ехали, через Голосеево, я помню, мы ехали, и попали в пробку, и когда мы были в пробке, мне как-то было спокойнее, даже мужу звонила, говорила, тут так много машин, все едут, то есть, знаешь, когда ты среди людей, тебе как спокойнее кажется, вот, но, к сожалению, на этой всей панике, я пропускаю поворот на столичное шоссе, не понимаю, куда я еду, я вижу просто, как в судорогах, все машины несутся куда-то, выезжают, знаешь, все, у всех вот такие глаза, я звоню мужу, пиздец, я пропустила поворот, я говорю, что мне делать, у нас, мне безумно страшно, он говорит, короче, езжай до лесников, там будет светофор, там будет разворот, потому что мы когда-то жили в лесниках, я просто хорошо помню этот разворот, мы, короче, доезжаем туда, разворачиваемся, я лечу в сторону города, и просто нам навстречу летит полицейская машина, а по-моему, тогда вот попала ракета в этот дом жилой, на Воздухофлотском, вот, это походу был этот случай, потому что мы едем, и навстречу летит просто полицейская машина, и он в этот руп, как это называется, рупа, кричит, разворачиваемся, а второй полицейский вылез с окна и просто вот так машет всем машинам, которые едут разворачиваться, машин было немного, потому что все тогда в основном выезжали из города, я помню, я торможу, разворачиваюсь, мы летим по встречке, няня вот так обняла ребенка, кричит, пожалуйста, Ира, медленнее, потому что она думала, что она уже прощала с жизнью, мы топили, а еще такая пыль шла от машин, ничего не видно, машины тормозят, там должно было быть аварии минимум 10 лоб в лоб, для меня это был такой, ты просто, я честно, я тебе словами не передам, мне казалось, что я попала в, знаешь, фильм такой, Судная ночь, вот мне казалось, что я в этом фильме, Судная ночь, потому что это был кошмар, но потом я доехала все-таки на базу, и уже там, конечно, было мне спокойнее намного, и я еще об этом не говорила, я скажу сейчас, то, что я президенту футбольного клуба с его семьей, буду благодарна до конца своей жизни, это те люди просто, которые меня с моей семьей, с моим ребенком приютили, которые нас держали в отличных условиях, они нас кормили, они с нами ухаживали, они все сделали для того, чтобы мы были в максимальной безопасности, нас охраняли, естественно, что от ракеты никто не убережет, но все, что они могли сделать, они сделали по максимуму, просто, и мы вот где-то неделю прожили на футбольной базе, в Динамо. Речь сейчас о Суркисах. Да, да, я им очень благодарна. То есть, они приютили на базе, я так понимаю, жен футболистов? Да, да, футболистов с их женами, динамовцев, правда, не все были, но очень много было футболистов с женами, с детьми, мы все были вместе, вот, и взяли меня, конечно, к себе. Ир, ну, насколько я знаю, на этом твои испытания не закончились, сейчас ты находишься в Турции, мы обязательно поговорим о том, как тебе удалось все-таки эвакуироваться и в каких условиях родилась твоя дочь. А сейчас... Давай откроем эту интригу, вернемся, наверное, год назад. Мы с тобой, когда записывали интервью, ты рассказала о вашем расставании, что ваша пара распалась, и как так сложилось, что вы решили воссоединиться. У нас не было разговора о том, что, ну что, давай, может, попробуем заново? Нет, такого не было. Это все получилось очень естественно, непринужденно, знаешь, как даже без разговоров, без каких-либо разговоров. Получается, я жила на Новопечерских липках, у нас была квартира, но я не хотела там жить, и мы решили, в общем, я решила, что я хочу жить в частном доме, и открылся вопрос продажи недвижимости, покупки новой недвижимости. Вот, для этого нужен был Коля, потому что первая квартира была на нем, и надо было ее продать, поэтому он должен был прилететь с Турции, и это все осуществить. Я тебе рассказала, что я с мужем вообще, даже в расставаниях, у нас не было каких-то ссор, мы очень уважаем, ну, у нас, знаешь, как сохранилось уважение друг к другу, любовь человеческая, и тем более у нас общий ребенок, мы с ним никогда не ругались, в плане там, знаешь, как пара расходится, потом начинает ненавидеть друг друга, поливать друг друга грязью, нет, у нас вообще, в принципе, такого быть не могло, потому что, ну, потому что мы уважаем друг друга, это первое. Вот, и он приехал, значит, помогать мне вот с недвижимостью, и, соответственно, мы проводили с ним какое-то время, потому что ребенок, он проводил время с ребенком, и мы с ним были, ну, как дружны, и он там оставался у меня, я могла приготовить ужин, открыть бутылку вина, то есть это все было вот, ну, на таком уровне, мы все сделали, все, что нам надо было по документам, и он уехал, обратно улетел в Турцию, это было 7 марта, ну, перед 8 марта, и 8 марта утром, звонок в дверь, я открываю дверь, девушка с двумя огромными букетами, с двумя, потому что от ребенка, от сына еще, конечно, он это сделал, вот, два больших букета, Коля всегда, он умел делать красивые сюрпризы, и он никогда, знаешь, ну, красивые цветы, и я беру записку, и там записочка, я беру записочку, и, значит, там такие слова, что, я каждый раз, когда буду рассказывать, ты понимаешь эту историю, потому что она, наверное, действительно, зацепила меня, и там написано, что, любимая, я, ты знаешь, как я сильно тебя люблю с праздником, ты знаешь, как сильно я тебя люблю, о чем, ну, о чем еще можно говорить, и, ну, и все, и я его поблагодарила, я, конечно, там, хвакала, потому что это как-то, ну, как я сейчас плачу, знаешь, потому что я знала, что это настолько искренне, ну, с его уст, вот и все, и потом через недельку, через неделю он, получается, поехал с командой, сейчас, через неделю он поехал с командой, уже, с турецкой командой, на сборы, и он позвонил мне и говорит, говорит, ты не хочешь, у меня есть к тебе предложение, ты не хочешь с Малойм приехать в Турцию, говорит, ну, у нас холодно еще было, было в Турции, как ни крути, уже теплее, он говорит, ну, в Аталии здесь можно с семьями, потому что не всегда разрешено проводить сборы с семьями, говорит, здесь можно с женами, говорит, приезжай, если ты хочешь, я не настаиваю, но если ты хочешь, приезжай с Малойм, отдохнем себе, он, отъедет, хорошо? Конечно, конечно, да. Коля предложил вам поехать в Турцию. Я приняла решение лететь, мы полетели, это первый наш был такой полуотдых без няни, то есть я взяла Малого, и вдвоем мы полетели к нему, и ты, знаешь, мы, вообще у нас не было разговора по поводу нас, ну, то есть он меня ни к чему не подбивал, ни к чему не принуждал, мы просто настолько классно, спокойно, провели вместе, вот так, по-семейному очень, что это вот, ну, наверное, тогда оно все и начало возобновляться, знаешь, ну, если нам хорошо вместе, ну, ты понимаешь, просто отношения для чего созданы? Для того, чтобы вдвоем было лучше, чем поодиночку, то есть когда ты в отношениях крепишься, это, эти отношения тебе не нужны, тебе должно быть лучше, чем одному, вот и нам на то время было вдвоем лучше, чем одному, понимаешь? У каждого из вас была своя личная жизнь, наверняка за это время, прошло немало времени после вашего расставания, да, там полтора года, в этом не брось, что было у тебя в личной жизни, что было у него? Ты ведь наверняка знала там, или не знала? Я не знала, у него не было отношений прям официальных, таких, что там, я знала, что это его девушка, и он в отношениях. Нет, я такого не знала, были моменты, когда мне там писали какие-то девушки, сбрасывали из коренной переписок, ну, он там каким-то телочкой писал, знаешь, а они, ну, по всей видимости, не знали о нашем расставании, и сбрасывали мне с коренной, что вот, посмотри, какой твой муж, козел, пишет нам, пишет нам сообщение. А потом, как-то я прямой эфир вела, и мне тоже писали, там, спроси у Коли за Милу, там, какую-то, еще что-то, то есть, были моменты, я понимала, что у него, естественно, есть личная жизнь, потому что, ну, а как, подожди, мы же все взрослые, здоровые люди, и нам надо жить дальше, несмотря на то, что, так, блин, мы договорились с ним, мы просто настолько осознанно, и по-взрослому к этому подошли, то есть, мы понимали, что если мы расходимся, то мы расходимся, а не через месяц будем писать друг другу, ах, ты ж падла, ты че пишешь ей, ты че пишешь ему, но это не наша история, потому что мы с Колей очень, очень осознанно к этому подошли, то есть, нужно было много разговоров, мы много чего обсуждали, понимаешь, поэтому я это естественно, и также я общалась с мужчинами, и он это наверняка знает, может не знает, но он никогда у меня не спрашивал, я знаю, чего он не спрашивает, потому что это та тема, которая не понимается, ее не надо, ее бессмысленно понимать в нашей паре уже. Но вот то расставание, мне показалось, что это расставание было как-то вот вопреки, то есть, ты продолжала его любить, у тебя ведь чувства были, когда даже ты говорила об этом. Нет, это расставание не было вопреки, почему мы с ним вообще, в принципе, расстались, потому что что-то было не так, но это что-то было не так ни одним днем, ну, это не значит, что он там, не знаю, не купил мне новые туфли, я сказала, ах, ты же плохой муж, давай с тобой расстанемся, конечно, нет, это то, что нас сопровождало какой-то период нашей жизни, то, что мы пытались решить, но оно не решилось, оно не решилось, и вот мы пришли к тому, что вот нам, наверное, лучше расстаться, потому что мы не можем решить какую-то проблему, и не можем жить в тех отношениях, в которых мы сейчас находимся, все, мы с ним расстанемся. Ну, ты вот как-то сказала, что в доме перестало пахнуть, ну, как это назвать, то есть не было сексуальной энергии. Да, да, не было сексуальной энергии, каждый держал какие-то обиды друг на друга, мы не могли свободно об этом, мы вроде об этом говорили, но толком ничего и не происходило, никаких изменений не происходило, и, короче, мы не могли договориться с ним, к чему-то одному, прийти к какому-то одному решению и остаться, ну, это же не значит, что мы не пытались до этого, до расставания, и расставание, это было уже конечная остановка, знаешь, как, уже безвыходная ситуация. Но, кто-то появился в твоей жизни во время расставания с Колей? Ну, я не могу сказать, что я не общалась, конечно, я общалась, ну, 10 лет я жила в одних отношениях и в таких очень хорошего качества. Коля, ну, он как мужчина делал для меня очень много, он, для него я принцесса, королева, он, ни в чем мне не отказывал никогда, он никогда, никогда на меня не кричал, он никогда не поднимал руку, то есть, он меня никогда не обижал, не оскорблял, он мне показал уровень отношений. К какому, чему-то меньшему, я точно не хотела идти, к чему-то большему, да, либо, как минимум, к такому же, понимаешь, вот, а ты знаешь, что ты тоже молодая, красивая девушка, и я уверена, что тоже общаешься с мужчинами, и ты понимаешь, как сложно, да, найти то, что тебе хочется, нравится. Я буду, откровенно, сейчас мужики вообще охудели максимально, они хотят все, не давая ничего, понимаешь, но это точно тоже не моя история, поэтому, если бы я нашла что-то достойное, я думаю, что я бы была с этим достойна, но нет, как видишь, самое достойное, это сейчас со мной. То есть, дальше каких-то свиданий не доходило за это время, то есть, например, выстроить хотя бы отношения, там, длиною в три месяца не получалось? Нет, 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 нет. А потом, знаешь, как я купила дом, ну, Коля мне купил дом, я начала его обустраивать, потом начала, я сказала, что я хочу собаку, он сказал, что он тоже хотел всегда таких собак, потом он говорит, а давай купим две собаки, моя будет черная, твоя рыжая, потому что мы не могли сойти с цветом, я хотела рыжего, а он хотел черного, и я ему говорю, в смысле, а что твоя собака будет делать в моем доме, он говорит, да ты поухаживаешь, ну, короче, это начало, знаешь, это начало, начало вот этого чего-то нового, и все, и у него, получается, у него заканчивается контракт летом, и он приезжает, естественно, уже к нам в дом, и это было очень крутое лето, это было одно из лучших, ты знаешь, мы с Колей всегда ездили отдыхать в дорогие отели, на хорошие отдыхи, но вот в Демарисе, в прошлом летом, где мы последний раз с ним отдыхали вдвоем, в Турции, мы очень любили Турцию, всегда, и любили отдыхать в Турции, вот, и мы поехали туда, это был самый лучший отдых в нашей жизни, реально, это было, он такой был, и няня с ребенком, где они вообще жили, в отдельном номере, прикинь, только что вспомнила, где вы все няня с ребенком жили, они жили в отдельном номере, малой был уже взрослый, они себе вдвоем куражились, нас не трогали, у нас был как будто вот отдых вдвоем, знаешь, мы там только на пляже видели малого, и то изредка, знаешь, и там было еще место такое романтическое максимально, там место со взрослыми пляжами, где нельзя, ну, где нельзя с детьми, там несколько пляжей, и мы вот там очень круто провели время. В общем, у вас вспыхнули заново чувства, как будто в первый день. Да, да, да. Но это был прошлый год всего лишь, вы планировали второго ребенка, или как так сложилось? Мы, когда были с ним вместе до расставания, мы, естественно, планировали второго ребенка сто процентов, когда мы с ним расстались, я знала, что буду я с Колей, не буду я с Колей, но второй ребенок у меня в любом случае будет. Но Илюша очень долго не могла забеременеть. Мы просто начали с Колей, были такие молоды, влюблены и безответственны, что мы с ним с первого дня не предохранялись. Так и шло, 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 а потом, когда мы захотели ребенка, мы дальше все делаем для того, чтобы его делать, а он не получается, и это заняло несколько лет. Ну, я знала причину. Ты понимаешь, у меня со времен подросткового созревания у меня были проблемы с репродуктивной вот этой всей системой женской, то есть у меня всегда нерегулярный цикл, у меня постоянные какие-то поликистозы. Я, когда беременела Илюшей, я принимала таблетки для того, чтобы там и настроить цикл, а потом вызвать овуляцию, и разные вот эти моменты. После рождения как бы ребенка ничего особо не изменилось. Поэтому я уверена была в том, что, чтобы забеременеть меня вторым ребенком, мне тоже надо будет прибегать к каким-то вот, к полулечению. Мы не жили свободно, но бывало, ну, бывало, то есть, бывало, и вот, бывало очень мало, но вот так получилось, страх тебе, да, тебе, да, понимаешь. Я до последнего не могла подумать, что это беременность. Я начала себя плохо чувствовать. Я начала быть сонливой, мне что-то было плохо, меня мутило, я хотела кушать. Короче, вот я себя плохо начала чувствовать, и я была уверена, что я чем-то болею. Ну, как тем-то болею, что-то пошло не так, какой-то сбой в организме, и мне надо сдать анализы. Но для того, чтобы сдать анализы, я уверена была, что мне придется вот, ну, там, к гинекологу идти, и он спросит, когда у меня был последний день месячных, и вот сделать тест, чтобы исключить. Я сделала тест. Так спокойно, отложила этот тест, сижу там, я смотрю, и четкие две полоски, и я просто охренела. Коли тогда не было, няня была, а он с малым куда-то выехал. Я выбегаю без трусов, чтобы ты понимала, в футболке. Выбегаю в зал, и кричу Наташи, ну, няня Наташа была, и кричу, я беременна, я беременна, она, я вас поздравляю, а я не знаю, радоваться мне или плакать, потому что, как, пусть это эгоистично звучит, но я тогда, на тот момент, не была готова отказываться от своей жизни. Во-первых, я тогда максимально похудела, привела себе форму. Во-вторых, и ты знаешь, что я люблю винишко, я не готова была отказываться от винишка, я не готова была отказываться от этого Айкаса, блин, ну, вот, это не было осознанное решение, то есть, я не была готова отказ от своей жизни, мне психологически, я была в шоке, потому что, я вот-вот хочу, но еще не сейчас, но, как, уже я поняла, что я бы и не была готова, потому что, возраст идет, с возрастом тебе все сложнее на это пойти, и мне кажется, что если я бы не получилась это случайно, я бы вряд ли пришла в ближайшее время, тем более война, и вот эти все условия, я бы точно в ближайшее время не думала о беременности. Я сейчас безумно рада своей дочке, это ребенок просто нереальный, и значит, он должен быть, он появился вопреки, вопреки всему. Как Коля отреагировал на две полоски? Ну, знаешь, я могу пошутить, сказать, как он может отреагировать, если у него я жена, понимаешь? Конечно, он, ну, он был тоже в шоке немножко, в меньшем шоке, чем я. То есть, конечно, он был рад. Я знаю, что у тебя непростые отношения с мамой. Ты росла без мамы, ты росла с бабушкой, но в течение, там, какого-то там взросления вы общались. И вот скажи, как она отреагировала на воссоединение с Колей? Она сказала, и мы так и знали. Другого исхода событий не предполагали с женами, но с моим отчимом. Мы же поехали, полетели к нему на Новый год. И что ты думаешь? Ну, вот я всегда говорила, что мы с мамой в хороших отношениях, когда мы на расстоянии. Мы умудрились поругаться ужасно перед моим вылетом. Мама меня заблокировала везде. Ну, моя мама такая, она эмоциональная женщина. И мы с ней не общались. Просто перестали вообще общаться. И вот началась война, и мама мне позвонила и плакала. И они нас безумно поддержали. И они нам и помогали, и готовы помогать, и готовы помогать безвозмездно. То есть, вот на расстоянии, почему я в Турцию прилетела? Мама же меня звала к себе. Но я сказала, мам, ну, если ты хочешь, чтобы это закончилось трагично для нас двоих, то лучше мы будем жить с тобой на расстоянии. Лучше мы будем любить с тобой по телефону друг друга, знаешь, но не можем мы с ней житься. Ну, вот не можем, и все. Она привыкла к другой жизни. Она привыкла, что она себе хозяйка. Она не привыкла, что дети бегают, ломают что-то, понимаешь? Она, у нее есть собаки, у нее своя, знаешь, такая уже стабильная жизнь, и все. Она не может вот это принимать с мне что-то, какие-то изменения. Ее это раздражает. Соответственно, это начинается, у меня обида появляется, это начинается вот этот, ну, контр-страйк у нас с ней. Она живет в Польше, правильно? Она не в Польше, в Голландии. То есть, сейчас вы общаетесь с мамой? Сейчас мы общаемся, и я им очень благодарна. Они действительно с отчимом, мне очень, нам помогают, и готовы даже нас страховать, там, в случае, если муж не найдет работу, и так далее. То есть, они, вот, действительно, как, им большое спасибо. Ты говорила о том, что у тебя очень сложно протекала беременность. В чем была сложность? Ой, у меня, знаешь, я думала, что у меня сложная беременность была с Ильей, но это было сложнее. Я чувствую себя здоровой, несмотря на то, что я, у меня там, я и спортом много занимаюсь, и не могу сказать, что я режимлю, у меня там, какой-то сон, или специальное питание, нет, скорее наоборот, понимаешь, не досыпаю и так далее. Я себя, в принципе, чувствую нормально, хорошо, но вот беременность, почему-то вот на меня так влияет. То есть, у меня, во-первых, у меня желчайший токсикоз, у меня такой токсикоз, у меня начинают отказывать по очереди органы, у меня мигрени страшные, у меня таз, начинает готовиться к родам с первых дней, то есть, я практически не могу ходить беременна, я передвигаюсь через жутчайшую боль, а когда это не заканчивается, и, скажем, в нем все хуже становится, и что-то новое появляется, я помню, когда я сидела, вот так у нас был ужин, я сижу, кушаю и начинаю плакать, я к мужу говорю, я говорю, я просто не могу уже. Ты знаешь, какие мысли меня посещали? Это будет ужасно звучать, я сейчас, конечно, думаю, пиздец, это же как мне должно было быть плохо, чтобы меня, жизнерадостного оптимиста, человека по жизни, могли посещать такие мысли, когда я лежала, и думаю, а вот как себя человек чувствует, когда он умирает, наверное, ничего не болит, а у меня было так плохо, что один выход я видела, это умереть. Ты говоришь, отказывали органы, с чем это связано было? У меня перестала работать с желчным пузырем, я не знаю, с чем это связано, понимаешь, вот нет объяснения конкретного, беременность, четыре у меня было вируса жестких, и один из них коронавирус, а тебе же нельзя принимать никаких таблеток, то есть никак тебе не можешь помочь. Потом к этому всему добавилась война, я, честно, я тоже моментами шутила, я сидела и говорила, ну это, блядь, только мне могло так повести, понимаешь? Ты не могла даже успокоительные никакие выпить? А ты шо? Я пила, максимум, что я пила, это я пила спазмолитики, чтобы преждевременно не родить ребенка, потому что у меня живот был постоянно как камень, в тонусе, я не, ну, у меня он очень сильно болел, я постоянно вот это закидывалась, пока я не выехала в Европу, до тех пор я закидывалась спазмолитиками, потому что я боялась не родить бомбоубежище. Ир, вот если вернуться к тому моменту, когда ты была на базе, Динамо и как приняли решение про эвакуацию за границу. Это не обсуждалось со мной, меня уже посвятили в это, когда приняли решение, это обсуждал президент Динамо с мужьями, с футболистами, у них была задача вывезти в самое безопасное, ну, максимально безопасное место жен и детей, потому что мужчины, естественно, не могли выезжать. Я помню, когда только сказали об этом, все жены отказывались ехать, потому что им было сложно оставлять своих мужей, непонятно насколько, непонятно в каких условиях, ну, как это все будет происходить, то есть, возможно, это будет последняя встреча вообще. Я помню, там все жены плакали. Я точно знала, что я поеду, и также Инна Ермоленко, она тоже приехала лечить зубы малому, и началась война, она сегодня прилетела, завтра война началась, они же в Англии жили, и она тоже точно знала, что она будет ехать, нас уже было двое, а в итоге она собирала, ну, все уехали, все, все жены уехали. Нам дали автобусы, нам дали сопровождение, нам дали еду, нас собрали, и я просто вспоминаю тот момент, когда я же не спала, я практически все это время не спала, очень мало спала. Я села в автобус, я вот так легла на два сидения, и я как уснула, я всю дорогу до Румынии я проспала. Я вот так открывала глаз, пила воду и дальше засыпала, потому что, вот я не знаю, я вот выехала, хотя я понимала, ты понимаешь, что говорили, допустим, мой муж спрашивал, насколько это безопасно. Люди ему говорили, говорят, слушай, мы сделали все для того, чтобы это было максимально безопасно, но это война, но мы не знаем, как будет. И слава Богу, все отлично, мы доехали, все было хорошо. Я помню, нас поселили в Румынии в мотеле в ближайшем, сразу вот за границей буквально. Я помню, когда я помылась и легла в постель, для меня это была такая роскошь спать в кровати. Когда я проснулась и увидела в окне солнышко, свет дневной, а не ты просыпаешься, не понимаешь, бомбоубежище, какое время, который час, и... Ну, короче. Какой был план у Коли? Собирался ли он также выезжать сразу же за тобой за границу, так как он являлся отцом, ну, почти уже троих детей, ты на последних сроках беременность, у него есть также дочь от первого брака? Нет. Я помню, в тот день, когда мы выехали в Румынию, нас вывезли, он тогда с Одессы выехал во Львов, потому что он не мог, он не мог позволить себе ехать во Львов, зная, в какой мы опасности сейчас находимся. Ты же понимаешь, что это буквально в нескольких километрах как раз была Буча, Ирпень и Белая Церковь. Там были страшные бои, и мы были в то время, мы были как раз в Киеве, когда вот эти бои были вблизи от нас буквально, ну, тогда же еще на Аболонь прорвались. Мы тогда были в Киеве, и он вообще ни о чем не мог думать. Ему, у него основная задача это было нас спасти, а потом уже решать, как ему выбираться с Одессы, да. И потом ему кто-то помог построить маршрут, и он поехал все-таки взял еще одного футболиста, друга с Черноморца, и они поехали во Львов. Плана у нас не было. Во-первых, мы не знали, что можно выезжать многодетным. Это уже потом, спустя начались вот эти моменты обговариваться. Во-вторых, был момент, когда, типа, что есть такое правило, что если двое детей у человека, и женщина больше, чем на 35-й неделе беременности, тоже можно. Но потом ему сказали, даже не рыпайся, нельзя, не выпайся. Конечно же, Коля других вариантов не рассматривал. То есть он не хотел уезжать с Украины как незаконно. Это вообще даже не обсуждалось. Поэтому вот мы ждали рождения Марии, когда у него будет официально трое детей, и тогда он сможет попытаться выехать ко мне, приехать ко мне. Как долго ты в Румынии пробыла? Недели две на век. Потому что мы с малым заболели очень сильно. Малой заболел ротовирусом, у него была температура 40. Я одну ночь хорошо поспала, на следующий день у него 40 температур. И это всю ночь я его отпаиваю, потому что я боюсь пропустить. У него температура росла за секунды, она сбивалась буквально на 2 часа, а потом за секунды его начинало так трусить. Он сильный, сильно, вот этот ротовирус, сильная аффекция у него была. Я его со шприца, знаешь, по гладку, по гладку его отпаивала. То есть я в ближайшие несколько дней я абсолютно не спала. И ты была без няни? Я была без няни, да, на границе. К сожалению, Наташа не успела забрать паспорт с Киева. И тогда же говорили, что всех выпускают, а ее бы выпустили. Если бы она сделала беженку в Румынии, она бы не смогла с нами полететь в Турцию, а у нас уже был план лететь в Турцию. Ей надо было возвращаться за документами, и только тогда уже ехать к нам. Когда она, няня, приехала, как раз эта болезнь скосила меня. Я заболела следом за Ильей без температуры, но у меня были ужасные спазмы. Это был глоток выпиваешь воды, у тебя блюешь все обратно, без остановки. А прикинь, это с животом делать. Это просто у меня живот вот так. Ты понимаешь, в течение всей беременности я думала, боже, за что этот ребенок внутри меня так страдает? Потому что это был кошмар, честно. я ночью вызвала скорую. Когда я была беременна, я очень мечтала где-то пожить в другой стране. Я говорила, что мне скучно, я говорила, что классно было бы пожить и там, и там, и я хочу пожить в другой стране. и когда я пожила в другой стране, мне хватило недель, чтобы плакать и кричать за Украину, чтобы в очередной раз убедиться в том, что Украина лучшего места, это не то, что это мой дом. Честно, это не то, что это мой дом, потому что это страна такая. Украина, я не знаю, где больше возможностей, чем в Украине было. Во-первых, когда я столкнулась с медициной, у нас ты можешь, в Украине, ты можешь в любое время суток, в любой праздник, в любой, я не знаю, где бы ты ни жил, в любой части Украины, ты можешь найти специалиста, который тебе поможет, который приедет, уколит тебе, укол прокапает, делает кардиограмму, я не знаю, ты можешь все сделать в Украине. Ты можешь найти любую клинику, от бесплатной до, какой-то шикарной. Вот я была в Евросоюзе, в Румынии, я увидела, как оно все работает. Я выла, я просила, помогите мне, потому что я, сука, умираю, а они у меня спрашивали, в котором число, и через какую границу я ехала. А я сижу беременная на последних неделях, рыгаю и плачу, корчусь от боли, и плачу, помогите, они мне спрашивают такие моменты. Они дали мне таблеточку, я уехала домой, и уже сама себя лечила, диетами, водичкой и так далее. А так я еще тебе прикол расскажу. У нас был вылет с Клужа в Румынии. Получается, с того города, где мы были, это 350 километров ехать, но с серпантином. То есть это ехать 7 часов. Мы ехали 7 часов. Мы взяли вуз, ну типа такси, и с малым на заднем сиденье вот это вдвоем, вот так вскореченно, лежали 7 часов. И мой таксист так спешил, что он резко затормозил, и я лежа лицом вниз упала на сиденье, с животом. Я вот так лежала на сиденье, получается, он затормозил, и я вот так, ну, вниз упала, на лицо. Честно, я просто, у меня это, знаешь, и смех игрек. Я уже сидела, я думала, блядь, что будет дальше? Вот что меня ждет дальше? Если, сука, даже доехать не могу спокойно. Меня ж не пускали с животом в самолет, я плакала, стояла, рыдала, они мне говорят, вы понимаете, вы можете родить у нас в самолете, а я говорю, вы, блядь, я рожу сейчас здесь, если вы, сука, будете меня донимать так сильно, я говорю, вы видите, я час, блядь, плачу, и доводите меня вы, я говорю. И они, когда, ну, когда я начала уже вот так кричать, прям паниковать, они меня пустили в самолет, но это было, это, они там меня пустили в самолет, но наш рейс отменили, и мы вернулись снова в отель, и так было 4 раза. Мы в итоге так не полетели через Тамбул, поменяли билеты через Мюнхен, и полетели через Мюнхен, добрались до Анкары. Это была у нас неконечная станция, потому что мы в Анкаре там не получилось, с жильем не получилось, с доктором не получилось, мы там пожили 2 дня, и вылетели на Измер. Коли Кума здесь в Измере, и она, он ей позвонил, говорит, если Ира Апрель, она говорит, да, да, конечно, пусть приезжает, все помогут. Ну, и в принципе, мне помогли найти квартиру. Очень хороший комплекс, действительно, у нас очень хороший комплекс, но без мебели. И это получается, мне надо было покупать от ложки до диванов, до кровати, шкафов и так далее. То есть 2 недели я еще провела в ИК. А вот как турки относятся к украинцам, вообще как они поддерживают украинцев? Потому что вот я сейчас в эвакуации в Германии, и наверняка ты слышала, что со мной случилась такая ситуация, что на меня и сына за слова слова Украины напал русский, русский немец. И для меня это было очень удивительно, ну, страшно, конечно, неприятно и так далее. Вот сейчас, ну, ситуация, да, там, она пока нет финала во всей истории. То есть тут как бы к русским немцам относятся, ну, так же, да, как и к немцам, но ведут они себя как русские. Вот, и это ужасно. Вот как вообще турки относятся к украинцам, к русским, и вообще вот эта вот вся война? Потому что официальная позиция, она такая сиденье на двух стульях. И русским помогать, и украинцам. И я тебе скажу так, обычный народ, допустим, там, в такси, когда они спрашивают, откуда ты, и ты говоришь, украина, они такие, о, украина, мы вас поддержим, очень жаль, что у вас так случилось, украина, держитесь. Но если бы сел русский в машину, и сказали, ну, окей, русский, а что там у вас, а, ну, война с Украиной. То есть, честно сказать, я думаю, им все равно. Да, я не могу, они никак плохо не относятся, не относятся, сто процентов нет, но чтобы они как-то способствовали, нет, ну, допустим, как поляки, да, они же вообще там за нас горой. Они нас якобы поддерживают, но даже был один такой случай, мы где-то были в каком-то магазине, ну, как-то зашел вопрос за русских, за Путина, и мне турок говорит, потому что Зеленский тупой, потому что не надо, это ж НАТО, НАТО возле России, они воюют, потому что они не хотят НАТО. Ну, я просто увидела, как у Коли крови глаза налились, и я думала, что закинчится плачевно, но это нормально. Никак не помогают, там, не выплачивают никаких пособий, с квартирой не помогают, с медицинской страховкой. Я тебе скажу наоборот, мне не хотели сдавать квартиру, я должна была оплатить ее на год вперед, оплатить. Сколько, кстати, квартира стоит, если не секрет? 800 евро в месяц, причем квартира была пустая, без мебели, это я по Икее, с Пузе не уходила, и собирала неделю, обустраивала мебель, покупала это все. Много ли русских в Турции? Несколько раз встречала, один раз у меня была очень такая забавная история в Натальюса, где у меня русская женщина, она услышала, что я с ребенком разговариваю на русском, и она меня приняла за свою, и начала мне их, турков очень сильно обзывать, говорить, что они кончены, и чтобы я ни в коем случае не разговаривала с ними о политике, потому что она простояла три часа в очереди, и ей выписали справку, и не ту, и она должна снова стоять три часа, и они ее щемили за Путина. И она такая злая, только про Путина ничего, а они мне за Путина говорят, ты с ней, а я такая, я обрадовалась, я, знаешь, расстроилась в очереди, но обрадовалась, а вот сейчас у нас здесь в доме есть с Питера пара с детьми, они уехали с России, потому что они поддерживают Украину, есть такие случаи, также я тоже тут русскоязычную женщину встретила, но видно, что она ко мне так, потому что наши сразу знакомятся, наши знакомятся, подходят, и я помню, ко мне тоже моя соседка здесь подходит, и такая говорит, здравствуйте, услышала русскую речь, а я на нее смотрю, она такая, ну я могу и на украинском, я из Днепра, значит, а есть такие, которые, ну, в Далипо, то сразу понятно, что это русский, потому что наши, они в любом случае все знакомятся, и здесь у моего малого есть друг азербайджанец, и эти азербайджанцы с нами очень, ну, и как бы нас поддерживают, ну, нашу ситуацию в стране, и дружат, я сталкивалась здесь, в Турции, с русофобией, потому что, ну, как бы, не могут сразу определить, что я с Украины, я потом начала браслеты носить, вот, и у меня даже, знаешь, не так спрашивали, там, where are you from, а говорили, what your country, даже в лоб вот так, я говорю, Украина, и они такие, ааа, Украина, то есть они, возможно, думали, что я русская, и они так прям в лоб, в магазинах, в ресторане тоже было. Расскажи, вот, момент, как выехал супруг из Украины? Я родила Машу, он собрал весь пакет документов, что у него трое детей, вот, и все, и он на машине выехал, ему тоже было сложно выехать, потому что у него забрали машину в Болгарии, в Болгарии придумали, что машина сначала, ну, не фальшивая, как двойник. Короче, максимально создали нам проблемы, машину, он таки на машине не приехал, его закрыли вообще, там, держали в обезьяннике сутки, забрали телефон, все, потому что, понимаешь, террорист едет. Он же похож, правда, очень сильно. Какие-то у нас такие, неудачи, вот на каждом шагу я боялась повернуться, развернуться, чтобы что-то не произошло. Но, и когда я рожала, ты понимаешь, знаешь, мой муж говорит, то ты родила хорошо, легко, что я малую родила, даже не почувствовала, причем, что я и без эпидуралки, потому что мне не успели уколоть эпидуралку, сама рожала, и через пять минут я уже пешком пошла в палату, я макодела уже. То есть, получается, что весь этот период ты была сама с ребенком, беременная, и родила сама. Родила сама. Это было ровно 40 недель, это было, вот мне поставили предварительную дату рода в 17-го, 17-го апреля я родила. Ира, вот ты можешь сравнить первые роды в Украине и вторые роды в Турции. В чем разница в медицине? Во всем разница. Украина, я просто честно, я не понимаю, как Украина, не в Евросоюзе давным-давно, потому что все другое. Вот клиника, самая дорогая клиника была у меня, самая здесь модная клиника. Но если сравнить с Украиной, у нас рожаешь, тебе колят эпидуралку, у нас стоит огромный аппарат, где ты себе кнопочкой добавляешь, уменьшаешь, а там кололи эпидуралку, катетер вот так скотчем приклеили на плечо и шприцом вводят. Ну, то есть, ну, совершенно все другое, ты понимаешь? Причем, что это было 6 лет назад, ну, я ее рожала. То есть, Украина настолько у нас намного, вот в эти все современные технологии, медицина, я не представляла, как так может быть, понимаешь? Ну, так есть. Может, в Америке где-то тоже так круто, но взять вот Турцию, да, у меня попалась доктор очень хорошая, молодая, правда, она, ну, тоже для меня этот момент, у меня же сейчас, я не то, что как еж, я ненавижу всех русских, в принципе, я просто их ненавижу. И как это изменить, я не знаю, хотя я понимаю, что, возможно, там есть хорошие люди, которые против войны и уезжают и так далее, но все равно я ненавижу всех русских, ты понимаешь? И так получилось, что мне нашли здесь русскоязычного доктора еще до того, как я приехала, и она русская. Она русская, это удивительно, да, родила дочку, украинку, которая приняла роды, помогла ей появиться на свет русский человек, русский, и все. Политические темы вы не касались? Мы не касались, я бы коснулась, конечно. Я пришла, я вот так на нее смотрела, знаешь, а у меня за спиной нож был, ну, типа, условный. Вот, но она, видно, что она уже турчанка, давным-давно уже живет в Турции, и как бы замужем за турком, и ребенок у них турок, то есть у нее с русского, наверное, только то, что она помнит язык русский, и все. Сколько стоили роды в Турции? Здесь не так, как у нас, у нас трое суток, ты платишь за пакеты, и ты трое суток, если там вдруг что-то, ты там можешь дополнить, но здесь только сутки. Если ты за сутки не родила, ты платишь дополнительно. На гривну, если перевести, это 60 тысяч гривен, сутки. Плюс, я осталась, у меня получилось полторы суток, то я доплатила еще за следующие сутки 10 тысяч рублей. Ты всего заплатила 70 тысяч, вот. Да. Ну, плюсы, то, что я там обследовалась, ходила анализы, задавала доту, это цены сумасшедшие, чтобы ты понимала, здесь обычная консультация, я не знаю, эндокринолога или гинеколога, обычно консультация, чтобы тебя просмотрели, это 100 долларов. Плюс 100 долларов анализа, если тебе надо, плюс 100 долларов УЗИ. То есть, ты можешь пойти вот так за час в клинике и потратить 300 долларов, это нереальная сумма. Роды прошли у тебя хорошо, слава богу. Легко прошли, реально, я не могу, легко, я быстро родила, я даже не поняла, что я родила. Ну, я просто очень послушная, я же не кричу, не плачу, вот это, я стесняюсь, поняла, и я не плакала, не кричала, села, сказали потужиться, потужиться, достали малую и все. Сама была Илья все время, за исключением кресла, но когда я уже в родзал пошла, а я там была полчаса. Как отреагировала Илья на сестричку? Он же очень такой ревнивый, он очень такой собственник, ну, вредный он ребенок, ну, потому что я его воспитала таким характерным, вредным, знаешь, разбалованным, конечно, естественно, потому что мы любим своих детей, мы все их балуем. Я думала, что это будет беда, я думала, что он будет нервничать, ревновать, нет, он ее так сильно любит, если я ему говорю, солнышко, я тебя люблю, он такой, а Маш? Я говорю, да, конечно, я вас двоих люблю. Илюша, привет! Привет! Ну что, я тебя поздравляю с рождением сестрички. Спасибо! Она красивая, наверное, у тебя очень. Да. Ты ее любишь? Класс, это очень круто, ты большой молодец, что ты так заботишься о своей сестричке. И о маме. Ты большой молодец, ты ее очень сильно поддержал. Да, сынок. Коля прилетел, когда ты уже родила. Коля прилетел, увидел ее и сказал, боже, чем она такая маленькая. Я на видео думала, что она побольше. Как сейчас? Он помогает, кто помогает по быту? Мы все одна большая команда. Если надо малую покачать, уложить спать, делает Коля, няня, малой. То есть мы все одна большая семья. Нет такого, что кто-то одни обязанности, больше кто-то другие. Абсолютно мы как-то взаимодействуем друг с другом. И меня, знаешь, меня все любят и уважают. Если я не хочу готовить завтрак, то приготовит муж и мне, и ребенку, либо няня, то есть, либо малой. Малой тоже может, он уже взрослый, он уже тоже может какие-то бутики варганить. Ты Машу кормишь? Нет, сразу отказалась, мне было так сложно, что я просто, вот честно, это было чисто эгоистическое, ну да, но я тоже люблю себя, я так настрадалась, ничего страшного, я вообще не считаю это чем-то таким сейчас в наше время необычным, я малого кормила полтора месяца, ничего страшного, вырос вон какой на смеси, здоровый и все хорошо, и Маша тоже. И, конечно же, очень многих девушек интересует вопрос твоей спортивной формы. Всего лишь прошло два месяца после того, как ты родила дочь. Ты вернула себе свою форму перед родовую просто на 100%, насколько мне кажется. И, насколько я знаю, ты также запустила марафон красоты спорта. Ну, это не марафон, скорее, это просто тренировки, то есть он не заканчивает. Это не тот марафон, который начинает и заканчивается, он не заканчивается. Это постоянные тренировки, постоянное сопровождение в питании. Как я похудела, Зай, я просто взялась за это очень серьезно. Вот я родила ребенка, я сразу начала ограничивать себе в еде. Это через неделю я была уже в спортзале. Мне было сложно, но я же просто такая упертая. Для меня очень это важно. Понимаешь, вот для кого-то что-то другое, для меня это. Я не могла на себя смотреть в зеркало. Но марафоны ты запустила с какой целью? То есть это как один из способов заработка? Всю жизнь я занимаюсь спорт. Ну, как всю свою осознанную взрослую жизнь занимаюсь в спорт. Он мне не надоедает. Я только все больше с каждым днем я все больше получаю знания. У меня очень большой опыт. И я знаю, как, особенно с тяжелым случаем, допустим, мое тело. Я же склонна в полноте. И как это держать, как похудеть, когда тебе надо лезть в платье за неделю, допустим. А потом вернуться без каких-то там обжираний и срывов и так далее. То есть я это все знаю. Я это все проходила. И мне подружка моя говорит, говорит, Ир, не хочешь меня тренировать? Я начала ее тренировать. Обратилась вторая девочка. Тренируй меня. Обратилась третья. Потом начали писать чужие. И все. И вот так оно пошло. И я понимаю, что это мне не надоедает. И это хороший заработок. Ир, что у Коли сейчас с контрактом? То есть он был в турецком клубе, потом он был в Одессе. Да, он был в Одессе, подписал контракт. Все бы было хорошо. Я бы сейчас гуляла по набережной в Одессе. Понимаешь? И наслаждалась Украиной. Но, к сожалению, вот так получилось, что война, клуб заморозился. Сейчас собрали клуб буквально неделю назад и как бы ждали возвращения Коли, но на расстоянии он жить не хочет. То есть уже все. Мы уже один раз жили на расстоянии, и это привело к тому, что мы в принципе и расстались. Потому что ну не может быть такого. Везти нас в Одессу, ну это это и мусор, и мне страшно. Двое детей. Ну куда бежать потом, если что? Хватит. Сейчас он без команды. Какие у тебя планы на дальнейшее? Как ты видишь свою жизнь? Честно, вот сейчас пока еще мы в подвешенном состоянии. Я не понимаю, когда я вернусь в Украину. Пока мы живем здесь, будет все зависеть от того, подпишет ли мой муж контракт и где он подпишет его. Стараемся жить, знаешь, как чтобы нам хватало на хорошо жить, но не шиковать. Мы счастливы. Есть и кушать есть, что парус платье я себе купила, все хорошо. Ну и я хочу пожелать вам только здоровья, семейного благополучия, любви бесконечной, чтобы больше мы с тобой не встречались по поводам расставаний и так далее, чтобы эта любовь вас поддерживала. И конечно же мира, чтобы мы скорее увиделись, обнялись и встретились в Украине. Аминь. Друзья, любой ваш комментарий, он продвигает видео, он его рекомендует и буду благодарна вам за лайки, за комментарии под этим видео. Вот и не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой канал. Встретимся в Украине. Обязательно. Все будет Украина. Обнимаю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok